МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы верим твёрдо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Героями, правда, сразу не становится. Это сложный путь, изнурительно потренироваться, перешагивать в какие-то моменты через себя, находить внутри новые источники энергии. Вот тогда и начинаются победы. Сначала маленькие, потом серьёзные. И пусть в жизни каждого спортсмена наступит однажды момент, когда придёт большая победа и осознание – не зря. Всё не зря. Высшая ступень – это международные соревнования и рекорды. Наш гость выигрывал Олимпийские игры. Ему есть чем гордиться и есть чему научить юное поколение. В студии «Кардланша» Илья Захаров. Чемпион не только Олимпиады, но и всего, чего только можно по прыжкам в воду. Илья Захаров – олимпийский чемпион по прыжкам в воду. Родился в Ленинграде в мае 1991 года. После выписки младенца из роддома семья переехала в Саратов. В шестилетнем возрасте Илье поставили диагноз – плоскостопие и посоветовали заниматься в бассейне. Так он попал в секцию прыжков в воду. В 13 лет Захаров стал мастером спорта. Первую и самую важную награду спортсмен получил в 2006 году на юношеских национальных соревнованиях среди учащихся. На следующий год в паре с другом Евгением Кузнецовым он отправился на свой дебютный международный турнир. За свою карьеру Илья стал шестикратным призером чемпионатов мира, десятикратным чемпионом Европы, тринадцатикратным обладателем Кубка России, трехкратным чемпионом универсиад и олимпийским чемпионом по прыжкам в воду. В Калуге Захаров курировал проведение первого этапа Лиги юных чемпионов «Будущий олимпиец». Илья Захаров, олимпийский чемпион. У нас сегодня в студии «Карбланша». Илья, здравствуйте. Добрый день. Вопросы задают, ну, реально люди, журналисты, да, и я в том числе, Михаил Борисов, Дмитрий Кельвин. Вот все эти люди будут задавать вопросы тоже. Я первый в мире там начал делать прыжок, четыре с половиной ворота вперед. В какой момент устают прыгуны в воду? Вы и Дмитрий Иванович Саутин прямо вот камни в почках у, скажем так, у Китайской Народной Республики. Они же первые конкуренты. Как у вас с ними-то было? Три раза вы не прошли допинг-тест и были вынуждены уйти из спорта. В этот момент вам мешала травма, и вы плюнули на допинг-тесты? Или что-то было по-другому? У меня тренировка начинается в 8 утра. Допинг-тесты я на тот момент поставил с 6 до 7. И проспал. Подготовка к соревнованиям, ну, имеет, наверное, какую-то секретность. Есть такое? Ну, я сам действительно следил прям за тем, как они готовятся. Возглавляете Саратовскую федерацию фиджитал-спорта? Что с чем скрестили? Рассказывайте. Париж. Олимпиада. Министр спорта прыгнула в сену. Да, она прыгала в сену. Ну, как вам водичка? Много спортсменов было у нас здесь в студии. Еще много, конечно, будет в программе карт-бланш. Но прыжки в воду – это вот, на мой взгляд, ну, такой, не самый массовый вид спорта. Поэтому вопрос. Как люди в детстве в него попадают? Я не уверен, что там централизованно или целенаправленно родители взяли и привели вас сразу в прыжки в воду. Ответ будет. Хорошо. На самом деле, спасибо большое за вопрос. Я хотел бы сказать то, что прыжки в воду действительно являются немассовым, далеко не массовым, но достаточно известным в узких кругах, так можно назвать. Особенно во времена СССР, то есть и там, где я жил и живу до сих пор в Саратове, этот вид спорта был, ну, чуть ли не номер один. Да, потому что оттуда у нас были выходцы и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. Поэтому у нас вид спорта это был известный достаточно. Ну, это, наверное, благодаря тому, что была какая-то база, где можно тренироваться. Да, все верно, я об этом и хотел сказать. У нас был и прыжковый бассейн, еще там, начиная с 50-х годов, он уже был прыжком в воду, который у нас была база своя, которая находится на Волге, Саратов – это город на Волге. Именно база принадлежала на природе Федерации прыжков в воду в Саратовской области. Там прям вышки стояли, мы могли тренироваться. И звезды сошлись. На природе, да, прям. То есть были условия достаточно неплохие для того, чтобы тренироваться, я имею в виду в те времена, когда я пришел, эти условия куда-то делись. Перестройка, все дела. И я, к сожалению, на эти условия хорошие не попал. Вот. Но прыжки в воду был известный вид спорта, и поэтому родители, наоборот, классика жанра здесь, родители привели меня, я был очень активный ребенок, и они меня привели, отдали прыжки в воду, мне понравилось, я начал ходить. В принципе, я был достаточно спортивный такой подросток, поэтому отдали бы меня в другой вид спорта, мне кажется, была бы такая же картина. Но прыжки победили. Прыжки победили, да. Дмитрий, да, пожалуйста. У меня такой вопрос, вот говорят, что не такой прям известный вид спорта, прыжки в воду, но не для нас, наверное, а для китайцев все по-другому. Они дичайше обожают, это, я насколько понимаю, второй вид спорта у них вообще по стране. И как раз таки вы и Дмитрий Иванович Саутин, прям вот камни в почках у, скажем так, у Китайской Народной Республики. И рассказывал Дмитрий Иванович о том, что они даже фотографировали, прям вот по кадру вы просматривали, как он прыгает в воду. И, как я понимаю, то, что и у вас тоже были, скажем так, назовем это словом терки, как раз таки с китайцами, потому что они же первые конкуренты. Как у вас с ними это было? Да, абсолютно верно. В Китае этот вид спорта номер два, мне кажется, даже номер один. Даже могу такую историю небольшую рассказать. У нас были соревнования, это была мировая серия. И мы, получается, из Пекина переезжали в какой-то другой регион, в какую-то провинцию, я даже не вспомню сейчас, как она называется. Мы ехали на автобусе, получается, из Пекина, ехали на автобус вот в этот другой регион, чтобы дальше наши соревнования продолжились. И вдали там где-то какой-то такой ландшафт города какого-то виднеется. И с нами был человек, который рассказывает про то, что вокруг вас происходит. И я ей вопрос задаю, ну, такого смысла. Говорю, что это там у вас такое вдали? Она говорит, а, да это новый город у нас отстраивается. И там, кстати, говорит, есть прыжковый бассейн. То есть у них на этом уровне уже сразу же создается новый город, и есть там обязательно прыжковый бассейн, это даже не обсуждается. Совершенно другой уровень развития этого вида спорта в Китае. Поэтому, ну, нужно понимать то, что и конкуренция из-за того, что их очень много там живет. У них совершенно другая конкуренция, соответственно, и результаты. Там у них чемпионат Китая проходит, как чемпионат мира у всех остальных нормальных людей. Да, поэтому с ними действительно были определенные терки, как вы сказали, вот, где, ну, получалось их побеждать, потому что, ну, потому что мысль была такая, что они такие же люди, как и я. Самая главная битва 2012 год, Лондон? Да, она началась там, на самом деле, наверное, с 2010-го года, то есть вот эта битва. И получалось, что там, наверное, 60 на 40 в процентном соотношении выигрывали всегда китайцы. Там 70 на 30, 60 на 40, но они выигрывали. Но было понимание то, что их можно выигрывать, надо просто этого, как бы, добиться. Тут же создается конкуренция, мне кажется, самая важная, по-то причине, что вот у тебя есть враг, который прям аж кушать не может, но прям хочет тебя победить, и это же есть путь вперед, это и есть вот эта вот спортивная конкуренция, которая самая важна. Ну да, я таким, наверное, был. Наверное, было наоборот. Это не китайцы, не я так китайцев этих боялся, как они меня, скорее всего, потому что мне их больше хотелось выиграть, чем им меня. Мне кажется, так было. И они это, наверное, вот недооценивали. Я вообще там на Олимпиаде, скажу честно, не выходил из номера от слова совсем. То есть я лишний раз не ходил в столовую, я не гулял, то есть вообще сидел только в номере, и все, потому что на уровне каком-то, наверное, там, на подсознательном уровне, да, там, подсказывала мне моя интуиция, что лучше здесь не кушать, лучше лишний раз не ходить с экономией силы, то есть я вот чисто на своих чувствах вот это все и делал. То есть обычно я кушаю нормально, а здесь у меня только завтрак, и все, и больше не могу. То есть либо это какое-то там внутреннее переживание, либо это действительно организм максимально готовился к тому вместе с головой, чтобы я выступил так, как выступил. Я ни разу ни у одного спортсмена не спрашивал, спрошу у вас. Подготовка к большим соревнованиям, ну и победа в больших соревнованиях, это, тем более на Олимпиадах, по крайней мере в 2012 году, это была в том числе и геополитическая победа. Вот поэтому наверняка подготовка к соревнованиям, ну, имеет, наверное, какую-то секретность. Какой-то шлейф секретности. Соответственно, вы готовитесь, начинаете, вот, как вы сказали, с 2010-го, да, я так понял, примерно, готовиться. Вот этот ореол скрытности, ореол секретности, чтобы видео никакое там с вашими прыжками подготовки к Олимпиаде не утекло в сеть куда-нибудь в интернет. Вот есть такое? Вообще, конечно, есть, да, но на тот момент так социальные свете не были развиты, на самом деле, как это сейчас происходит, только-только начиналось это все. Поэтому многие люди не понимали, как вообще работать с сетями правильно, как ими сейчас пользуются. Поэтому не было какой-то такой прямой скрытности о том, чтобы скрывать свою подготовку. Первое интервью за большое время при подготовке к Олимпийским играм я дал только в аэропорту, потому что уже посчитал, что, ну, может быть, это моя последняя Олимпиада, и надо дать интервью людям, потому что приехали прямо в аэропорт уже корреспонденты, и их очень жалко было, они там специально, что приехали. Это не разу запрещают нам этого делать. Но из таких вот как раз-таки принято. То есть нарушили запрет тренировки? Ну а что делать-то? Там люди тоже работают, ты это понимаешь. И с точки зрения того, что действительно, это возможно, последняя твоя Олимпиада, всякое бывает, почему бы не дать это интервью? Потому что оно, возможно, будет последним. Но я все-таки вопрос свой еще уточняю. В обратную сторону, то есть вы понимали, что главный конкурент китайца. В обратную сторону что-то приходило в сборную по прыжкам в воду олимпийскую, чтобы разузнать побольше о конкурентах, проанализировать, как они, что делают. Да. Такая теоретическая часть. Вот так вот у нас не было там засланного казачка, который бы снимал. К сожалению. Да. Если бы это было, наверное, идеально. Но я сам действительно следил прям за тем, как они готовятся, китайцы. Вы знали, кто из них поедет в Олимпиад? Я знал их программу, я знал вообще все от А до Я про то, что какая у них будет там программа по сложности, как она будет выстроена, прыжки, как будут выстроены, чтобы я мог подобраться. Кто эти сведения сливал? Да нет, это наблюдательность. Просто, наверное, так это можно назвать. И все. И записывал на видео некоторые прыжки соперников, для того, чтобы понимать, где я должен быть лучше. То есть, на самом деле, ничего такого хитрого не было. Ну и, допустим, посмотрели вы чью-то программу, вы понимаете, что надо бы в свою программу тогда добавить какой-то элемент. Все правильно, так и было. Кинг Каин, на тот момент он был олимпийским чемпионом уже 2008 года. Это одни из самых сильных вообще на тот момент китайцев, трамплинистов ребят были за всю историю китайских прыжков в воду. Это факт. И держались они дольше всех, на самом деле. И он тогда вот прыгнул один из самых сложных прыжков в мире и делал он его один и два с половиной бороться с тремя винтами. И я у него увидел это на соревнованиях. Был сам в Саратове, увидел то, что этот прыжок есть. А у меня бы такой же прыжок был, но с двумя винтами. Но коэффициент сложности там получается на пять этих самых десятых больше. Но, естественно, я сразу же понимаю, что для того, чтобы выигрывать на Олимпиаде, нужно такой прыжок собирать. И все, подхожу к тренеру и говорю, что вот пора что-то делать с этим, потому что по-другому никак ты не сможешь с ним бороться. И этот именно прыжок, он стал ключевым на Олимпийских играх. Это вот момент, что касается, подглядел, да, там прыжок сложности, хотя тренер наставил, говорит, давай лучше его уберем, сделаем попроще прыжок, поменьше коэффициент сложности будет, но он стабильнее. Я говорю, да тут суть-то не в этом вообще. Для меня суть выиграть была, я лучше проиграю, но я лучше попробую выиграть. То есть, а нестабильно отпрыгать для того, чтобы занять какое-то там среднее место. Ну, то есть, для меня это условие не подходило. Как-то так на этот момент. А из того, что подглядел, действительно, было и такое, что вот я первый в мире там начал делать прыжок четыре спалоборота вперед с высоким коэффициентом сложности. Это прыжок с разбега у нас получается. Последним прыжком я его ставлю в программе. То есть, такого никогда не было. Обычно ставили там последний прыжок, это прыжок с места, ну, такого рода. А я беру и ставлю самый большой коэффициент сложности. То есть, это такой риск достаточно серьезный. Вот, но для меня он оправданный был. Я понимаю, когда устают футболисты, да? Когда устают хоккеисты. Они там носятся по этим, по своим площадкам и полям. Вот, и там за игру пробегают, я не знаю, там сотни или сколько километров. Вот. В какой момент устают прыгнув в воду? Когда поднимаются по лестнице? На самом деле, это нужно посмотреть воочию тренировку нашу. У нас действительно, да, вид спорта не такой, как футбол. Да, там, или хоккей, или вообще игровые виды спорта. У нас бегать не надо. В этом наш плюс. У нас скоростно-силовой вид спорта. Вот. У нас важнее работа, короткая работа мышц. Ну, то есть, вот так ее можно назвать, да? То есть, это та же самая гимнастика, акробатика и тому подобное. Конечно, мы устаем, когда на вышку поднимаемся. Это ответ как бы... С отдышкой пришел. На процентов, да, там, потому что ты лезешь. Сейчас я в рыбе. Вот, понимаете, у нас там за тренировку, у меня лично, да, там, среднее количество прыжков составляло, там, порядка 50 прыжков. И я на тот момент выступал из вышки 10-метровой. 10-метровая вышка – это 4 этажа, 4-этажный дом. Ну, вот, пожалуйста, 50 раз ты должен забраться на этот 4-этажный дом и еще сделать какой-то элемент. А перенагрузки, когда у нас идут прыжки, их можно сравнить там, ну, с космическими нагрузками. И так, для информации еще отдельной. Прыжки в воду – это был неотъемлемый способ подготовки космонавтов. То есть их, когда готовили в космос, обязательно проходили через прыжковый бассейн. Потому что крутишься, потому что вот вестибюлярка, да, работает? Потому что давление, когда входишь в воду и так далее, и тому подобное. Поэтому выпендриваться, конечно, не буду, но отчего вставать у нас тоже было. Плюс у нас еще подготовка в зале, забыл сказать, акробатическое, ОФП, батутная техника и так далее. Что, конечно же, дает тоже свою определенную усталость. Одним из самых главных рычагов – это была антидопинговая комиссия. Влиял ли на вас этот рычаг? Если быть конкретней, то это все началось с 2014 года, с Олимпиады в Сочи. Три раза вы не прошли допинг-тест и были вынуждены уйти из спорта. В этот момент вам мешала травма, и вы плюнули на допинг-тесты? Или что-то было по-другому? Никогда в жизни не употреблял допинг. Насколько тяжело вам было объявлять о завершении карьеры? Я сидел на разминке и понимал, что я думаю уже совершенно о другом. Спортивная карьера именно в прыжках в воду, она до скольки. Многие ребята закончили в возрасте около 30 лет. У нас есть Дмитрий Иванович Саутин, который закончил в 37 лет. Стала ли ваша собака похожей на вас? Прыгала ли она с вами с вышки? Кот у нас еще есть, Майкун. Вот это моя собака. Майкун больше собаки? 9,5 килограмм весит. Каково это, например, схватить за загривок мир? Особенно, когда новый сезон начинается, всегда страшно подниматься на трамплин. Тело не готово, мышцы еще не готовы, чтобы максимально встречать нагрузку прыжковую. Поэтому приходится остерегаться чуть-чуть. Все болит абсолютно, вообще, начиная пальцев ног, кончая, не знаю, волос вообще. Если мы вспоминаем 12-й год и правильно сказали, что это была довольно геополитическая история, и одним из самых главных рычагов это была антидопинговая комиссия, которая, мне кажется, замучила всех очень сильно. И вот как раз-таки повлиял ли на вас этот рычаг и на коллег, может быть? Потому что мне показалось, что это было довольно-таки жестко. Тут, наверное, вы немножечко путаете время 12-го года и 16-го. Если быть конкретнее, то это все началось с 14-го года, с Олимпиады в Сочи. В 12-м году было все поспокойнее еще. То есть тогда только эта история начала действовать. И тогда в мире у нас было поспокойнее, тем более, что касается спорта. Он был вне политики. Я сейчас считаю это немного по-другому. И вот началась вся эта проблема, конечно, с 14-го года, включая 16-го года и так далее, когда Россию начали просто вот прям кошмарить. Вот по-другому не скажешь, что касается... Даже без назальных капель, скажем так. Да, этого допинга. Это действительно было. В 12-м году, что касается нас, этого ничего не было. Совершенно там только новые-новые вводные, что касается допинг-тестов и тому подобное. Все по-человечески было, все как должно быть, по-хорошему. Допинг-тесты. Три раза вы не прошли допинг-тест и были вынуждены уйти из спорта. В этот момент вам мешала травма, и вы плюнули на допинг-тесты? Или что-то было по-другому? Да, хороший вопрос, на самом деле, который многих интересует. И здесь скрывать, наверное, тем более сейчас уже нечего. Как и повторял я еще на тот момент, никогда в жизни не употреблял допинг. Вообще никакого формата, включая даже какие-то там таблетки от головы. Если рассказывать эту историю, мы можем о ней говорить еще дня два. Потому что это очень долго рассказывать по моментам, почему не сдал я эти три допинг-теста. Но расскажу один из них момент, это когда, два даже расскажу, первый раз действительно стоит у нас там график, получается, с 6 до 7 утра, допустим, ты должен сдать этот допинг-тест. Допинг-офицеры никогда к тебе не приезжают по предварительному звонку. То есть они приезжают абсолютно в любой момент, абсолютно в любое время, ну, который у тебя стоит диапазон времени, как правило. И в любое место, где бы ты ни находился. Дома, в Канаде, в Китае, где хочешь. И получилось дома так, что действительно они, у меня тренировка начинается в 8 утра, допинг-тесты я на тот момент поставил с 6 до 7. И проспал. И я просыпаюсь от того, что у меня там время без 10-7, и я вижу, что пропущен звонок. Вижу, что пропущен звонок, и сразу же там мандраж такой сумасшедший. Это я к тому, что это неправильно. Я начинаю перезванивать, я понимаю, что это пришел, скорее всего, допинг-офицер, а мы никто не проснулись. То есть ни семья моя, ни я, ну, бывает же такое, что человек просыпает, и я считаю, бывает. Я перезваниваю сразу же, там остается еще буквально 3 минуты до окончания вот этого моего диапазона времени. Уже никто трубки не берет. И так было все три раза. О чем я всегда вот и рассказываю, то есть они не перезванивают допинг-офицеры. И иногда это кажется порой, что это делается все специально. Но если даже, там, допустим, спортсмен по какому-то, ну, у него есть какая-то причина, да, там, пропустить этот диапазон сейчас. Но если он на связи, они же как это все переворачивают? Если ты пропускаешь три допинг-теста, значит, ты скрываешься. Значит, тебе есть то, что скрывать, значит, ты употребляешь допинг. Я как бы с этой стороны смотрел, ну, это вообще нелогично, я вам перезваниваю. В моем конкретном случае, когда это произошло, действительно, я уже тогда принял решение, что я не буду, наверное, писать апелляционные все эти вещи, потому что у меня была прооперена тогда вторая колена. И, наверное, тут уже все сходится к тому, что нужно сделать уже объявление о окончании карьеры. Тем более я уже думал в этом поводе. Просто это вышло вот некрасиво совсем, да, там, что касается, ну, профессионального спорта. Это факт. Но я-то перед собой сам чист, и многие там СМИ и так далее, для них это хлеб вообще, золото, когда есть такая информация, и тут, конечно же... Ну, перевернули, да? Перевернуть за радость. Вот. Поэтому на тот момент я подумал, я уже заканчиваю карьеру, у меня уже есть мысли, куда мне двигаться. Ну, что я буду оправдываться? Просто перед кем? Зачем? Я не употреблял допинг, я это знаю. Да. Еще самый прикол-то, если так можно так выражать... Конечно, можно. Был то, что у меня приходили и четвертый раз брали допинг после этих трех случаев, буквально через неделю. И у меня эти листки все остались даже. И, естественно, я там был чистый. Даже если вот так вот логично буду подумать, чем вы занимаетесь там, да, в этом антидопинговой конторе, вы просто хотите поймать спортсменов. Вы не выявляете тех, действительно, которые нарушают антидопинговые правила и ведут нечестную игру там, да, в отношении других спортсменов. А вы просто-напросто ловите для того, чтобы поймать. То есть, ну, вот у меня вот такое вот умозаключение по поводу них. Насколько тяжело вам было объявлять о завершении карьеры? Вот, как ни странно, вообще не тяжело было. Наверное, я был уже со всех сторон морально готов к тому, что я готов закончить свою спортивную карьеру. Потому что уже последние разы, когда я приходил в спортивный зал на сборах там на озере Круглом, я сидел на разминке и понимал, что я думаю уже совершенно о другом. То есть, я думаю уже не о прыжках в воду, я думаю уже о какой-то другой линии своей жизни. То есть, надо себя где-то искать там в предпринимательском направлении, нужно как-то себя связать с Федерацией и так далее. Ну, то есть, вот такие мысли у меня идут на разминке в зале. И когда я уловил этот момент, то, что ты вообще уже выключился от процесса. То есть, мне не хотелось смотреть, как там другие ребята разминаются, прыгают на батуте, на трамплин. То есть, это уже настолько все уже как бы наелся вот этим вот, что пришло четкое понимание, что надо заканчивать карьеру. Конечно, была там слезная минутка, так назвать, да, когда ты собираешься с семьей, вспоминаешь, понимаешь, что уже 26 лет ты отдал карьере своей, как это начиналось там. Там еще у меня история, это у меня один-единственный тренер, который учил меня плавать и довела меня до Олимпиады, у меня больше ни одного тренера не было. Татьяна Коробко, да. Коробко. Татьяна Валерьевна Коробко, заслуженный тренер России. Вот, и это удивительная история, когда ты об этом думаешь, но действительно тебя изнутри так немножечко пробивает, потому что, ну, ничего себе, ты пропер вот так вот всю эту, всю эту, так сказать, дорогу спортивную. И достаточно успешно, там, у меня же, получается, все титулы забраны, за всю мою карьеру в спортивной. И Европу, и все. Ну, абсолютно, все. Кубки России, Европы, мира, олимпийский чемпион. Да, да, от малого до великого, так говорится. Ну, поиграем, друзья. Сейчас я соберу кубки и уйду. Вот, поэтому, да, там, вот эта вот ностальгия, она присутствует. Мы каждый год празднуем 7 августа, день победы на Олимпийских играх. То есть, я считаю, это мой... Это тоже семейный праздник? Да, это семейный праздник. Ну, собираем гостей, собираем друзей, снимаем, включаем видеофинал и смотрим. Обалдеем. Потому что это действительно важная для меня, там, и для моей семьи дата. Вот. А так, очень рад, считаю, всему свое время, и нужно, главное, вовремя уйти. Вообще, спортивная карьера, именно в прыжках в воду, она до скольки? Ну, на самом деле, по-разному. Ну, наверное, среднестатистическое, там, окончание спортивной карьеры, это где-то в возрасте 30 лет. Там, допустим, я закончил в 30 лет, да, Глеб Сергеевич Гальперин, тоже известный прыгун, закончил в 30 лет. Многие ребята закончили в возрасте около 30 лет. У нас есть Дмитрий Иванович Саутин, да, который закончил в 37 лет. Кстати, он со стетком прыгал, что самое интересное. Да, да. Есть у нас Евгений Кузнецов, пожалуйста, которому уже сейчас, сколько ему уже, 34 года, уже будет, сейчас исполнится. То есть, мне кажется, он хочет побить рекорд Дмитрия Ивановича. Поэтому вот... Но это исключение? Это исключение, да. А самый младший возраст, который в соревнования выходят в международные? Выступать? Да. С 14 лет у нас можно. Кто входит в вашу семью? Супруга и дочь? Да. Ну, как бы сейчас тогда неправильно поймут меня мама и папа автоматически. Поэтому, естественно, мама, папа, тесть, теща, супруга, дочь, я, там, все наши собаки и так далее, чтобы никому обидно не было. Стала ли ваша собака похожей на вас? Прыгала ли она с вами с вышки? Ныряет ли у вас, да. С вышки не прыгала, да. Но, к сожалению, царство небесное вот этой уже собаки. Это его звали Ричард. В 19 лет он прожил в нашей семье. Вот. Эрдельтерьер порода. Умнейшая вообще собака, которая только была у нас, наверное, за всю нашу жизнь. И такого уже не найти. А сейчас? Сейчас у нас мальтийская баллонка дома живет, которая тоже уже исполнится 16 лет, достаточно старенькая. Ну, это мелочь, да? Да, вот такая вообще. Ну, это больше жены собак, потому что я люблю больших собак. Вот. И кот у нас еще есть Майкун. Вот это вот моя собака. Майкун больше собаки? 9,5 килограмм весит. То есть он баллонку гоняет? Неа. Ее вообще никто не гоняет. Она в авторитете там у нас дома. Я очень часто натыкался на видео, как люди даже на чемпионатах мира прыгают плашмя. Сколько раз прыгал ты плашмя за свою кашу? Я даже не прыгал, а падал. Не на соревнованиях вообще? Ну, вообще, вообще на соревнованиях. Очень много раз. Меня только, наверное, раз два так доставали, так сказать, со дна. И один раз увозили в больницу вообще. Да, то есть это неприятное вообще совершенно ощущение. Так сказать, нокауты. Такие ощущающие. То есть прям даже вырубает. Вырубает, да. Я не могу не задать вопрос, пускай он будет банальным, но все-таки без него никак. Для меня, например, космонавты, полярники, олимпийцы, все прям вот герои. И нельзя не спросить, каково это, например, схватить за загривок мир. Потому что вот это же настолько невероятный поступок, скажем так, и невероятный момент жизни, который, ну, описать довольно-таки сложно. И вот какие были эмоции, во-первых, перед прыжком в тот вот момент, это же вот не выгореть еще нужно. А потом вот, когда стоите на пьедестале с этой олимпийской медалью, было понимание, например, было счастье, радость, либо понимание пришло через две недели. Как это было вообще? Да, на самом деле, спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос. Вот перед прыжком там было все на автомате, у нас же в программе шесть прыжков получается, и ты за финал должен все шесть сделать безошибочно. И перед последним прыжком, как говорили мои друзья, когда смотрели финал, говорят, слушай, ну тебе хоть битый по голове бей, ты все равно пойдешь и сделаешь. И то есть в глазах было какое-то там, ну, просто... Автомат. Да, автомат каменный. И причем я помню прекрасно, что меня там не трясло ничего, ну, то есть, я как бы был подготовлен ко всей этой истории, я верил в то, что действительно можно их обыграть, китайцев. Вот. Что касается вот этой вот олимпийской победы, ну, на самом деле, не совсем легко ее потом нести через какой-то период времени, потому что, грубо говоря, ты был обычный парень, который там пахал-пахал, шел к своей цели, шел-шел-шел, и тут бамс, и ты становишься олимпийский человек. Чемпион, и... Новая ответственность. Тебя за секунду меняется вся жизнь, как ты только выходишь из бассейна в этом статусе, у тебя меняется абсолютно вся жизнь. То есть ты прекрасно понимаешь то, что это финансовая какая-то определенная независимость появляется, ты прекрасно понимаешь то, что там тебе машину подарят, на тебя столько внимания сразу же за секунду, что, ну, ты не знаешь, что это, что происходит-то вообще. А в какой момент осознание-то пришло, победы, когда вы буль, воду, и там внутри находились? Ну, вообще, да, естественно, я понимал прекрасно, что ты, ну, я сделал этот прыжок уже последний, да, и я чувствую, что я хорошо там сделал этот прыжок, и, скорее всего, я выигрываю там эти соревнования. То есть ты из воды уже, вот, как-то если богатыря чемпионов. Я уже вылазил, да, с рукой поднятый наверх там, то есть я понимал, что это победа, вот. Ну, как, я выиграл соревнования, и все, этому радовался. А вот... А скажите, вы видели, как китайцы плачут? Ну, конечно, я подошел потом. Но эта фраза, на самом деле, там много тоже мы по этому поводу дискутировали, потому что это было как-то даже немного обидно мне за моего товарища, китайца Кинг Кая, которого вот засняли, что он плачет, и там вот это вот начинают у нас. Захаров заставил плакать китайцев и так далее, вот эта новость. А я объясняю, да это мы плакать должны, потому что мы раз в 32 года только можем вот эту медаль выиграть. Предыдущая медаль была на Олимпиаде 80. Да, Портнов. Тогда занялся. Портнов, Александр Портнов. Да, и он, кстати, воспитанник Саратовской школы, потом переехал в Минск жить, и вот он в 80-м выиграл эту медаль. 32 года назад, получается, вот это до Лондона было. Мы все говорим сейчас об индивидуальном прыжке, но прыжки бывают и в тандеме. Вот Евгений Кузнецов у нас на видеостене присутствует. Как составляются тандемы? Да, это отдельная, так сказать, каста, наверное, направление в прыжках в воду. С 2004 года с Олимпиады в Афинах синхронные прыжки ввели в программу и стали очень интересно зрителю вообще изначально. То есть, ну и действительно это очень классно, потому что нужно сделать прыжок как один, нужно друг друга чувствовать, максимально подбираться друг к другу. Должен быть рост, вес примерно одинаковый, должна быть похожа техника, должны быть схожие характеры и должно быть вообще одинаковое. Что абсолютно не было ничего у нас с Евгением Кузнецовым. Ну, даже тот самый момент, где на фотографии, где вы в тандеме прыгаете, где ваши ноги, где его ноги. То есть, это уже минус, да? Ну да, конечно, это мелочи, их во время прыжка не видно. Но вот я говорю о том, что у нас Женя с Кузнецовым связывал, наверное, вот это упорство и дружба наше, желание, чтобы мы с ним выступали вместе. Оно было, конечно, там непоколебимое. Ну, а молодежь-то насколько на пятки наступает? Где они? Ну, правда, им выступать сейчас на сильно международных соревнованиях, конечно. Ну, вот сейчас игры Брикс были, и Илья там был, пусть расскажет. Да, на самом деле, вот был первый за последние там тоже уже много-много лет момент. Это у нас парень Саша Черепахин с Петербурга, и у него получилось, наконец-то, Женю сдвинуть. То есть, и он не отобрался в индивидуальных прыжках с Женей, поехал вот этот вот Саша Черепахин. Это успех определенный. По сумме баллов там, конечно, ну, в нашем виде спорта не совсем он дотягивал до того, что хотелось бы видеть. Но сам факт, что, наконец-то, кто-то сместил, там, Женю Кузнецову, помимо Никиты Шлехера, да, нашего лидера сейчас нашей сборной, это уже хорошо. На самом деле, у нас идет такой достаточно сложный период времени смены поколений, так называемых. Не только в нашем виде спорта происходит, это происходит во многих видах спорта. И сейчас, и как это время очень тяжелое, так и оно очень подходящее в плане того, что мы сейчас вне доступа всемирного спорта, нужно делать весь акцент на наших детей и полностью погружаться в их процесс тренировок. Вот, как раз-таки была придумана, инициирована мной вот эта лига, которую мы у вас открываем. Но вы и сделали акцент на детей, фиджитал спорт, возглавляете Саратовскую федерацию фиджитал спорта. Что с чем скрестили, рассказывайте. Да, к сожалению, прыжки в воду там никак не принимают участие, потому что это пока что невозможно сделать. На самом деле это новое направление, которое поддерживает президентом Федерации, Российской Федерации нашей, Владимир Владимирович Путиным, классический спорт, скрещен с киберспортом. Почему взялся вообще за эту всю историю? Потому что я сам, во-первых, увлекался киберспортом определенное время. Турниры проводили на свои призовые. Да, может быть, это просто зависимость была компьютерная. Подожди, давай выясним. Нет, я проводил турниры, действительно, и ко мне приходили люди, которым... По 250 человек, 40 команд. Да, по 40 команд, и диапазон возраста был от 12 до 40 лет. То есть вот такие крупные турниры проводил я на свои призовые, искал спонсоров. То есть мне этот весь процесс нравился, и как вы видите, сейчас киберспорт это чуть ли не один из самых богатейших направлений у нас на Земле. На самом деле это факт, это так. Чем мне понравился фиджитал, я расскажу, действительно, наконец-то это, потому что что-то новое, интересное, что может вывести из компьютера ребенка сейчас, на данный момент. Потому что сейчас вот это вот все засаживаются играть, и все внимание отдается не... Как раньше это было, пойти погулять на улицу с друзьями, футбол, с хитбол, что-то еще. Ну, занимались спортом раньше, не так, как сейчас. Сейчас все сидят в компьютерах, потому что все есть в интернете, все в компьютерах и так далее. Фиджитал как раз-таки вот этот момент может исправить. На что я и сделал акцент, потому что это очень интересно. Тот ребенок, который хочет играть в футбол, к примеру, там на Sony PlayStation, он обязан заниматься спортом. То есть этому обязывает фиджитал. И здесь же можно получать и спортивные звания, и добиваться каких-то успехов, и путешествовать там. То есть много-много плюсов через киберспорт. А Россия сейчас этим занимается? Или мир тоже берет на заметку этот продукт? Игры будущего, которые прошли в Казани в этом году, собрало порядка 111 стран. Приехали. Так что мы не одни уже. В следующем году игры будущего планируется провести вообще в Дубае. То есть это, скорее всего, рынок, вот этот продукт, он будет интересен... Ну, поясни, скрестили компьютерную игру и лазер-так, чтобы можно было побегать к взаимодействию. Да, допустим, в Counter-Strike есть направление, да, всеми известное. Они сначала играют командой в компьютерную игру, потом они переходят уже в лазер-так. Эти же команды. Эти же команды и занимаются там спортом. Мы в играх будущего выиграли сейчас всех, потому что наши именно российские ребята были подготовлены. Были подготовлены физически, это было видно. Париж, Олимпиада. Мы, ну, я, по крайней мере, прекрасно видел, как высшие лица Франции, принимающие стороны... Министр спорта прыгнула в сену. Да, она прыгала в сену. А поскольку вы прыгаете в воду, то, соответственно, ну, я понимаю, что не прямо в сену, то хочется... Вы видели это видео? И хочется спросить, ну, как вам водичка? Как вы ее оцениваете? Что там в сене течет? Нет, туда не прыгал. Был там, гулял, но именно туда не прыгнул. Мне не доводилось. Вот, мне кажется, там, ну, не совсем она чистая, что ли, наверное. Ну, она так смело с парапетик туда прыг. Нет, кстати, надо посмотреть это видео. Я видел вот недавно, когда там наш коллега, может быть, вы видели, да, на открытии Олимпийского бассейна, который в Париже будет, и парижский спортсмен, француз, не помню, как его зовут, но мы вместе еще даже выступали. Прямо на открытие происходит у него вот такая вот история, он поскальзывается и падает там на глазах у всего Парижа там, то есть. Вот. Вот это для меня, как для спортсмена, приметы, вот эти, они присутствуют. И что произошло у него там в французском бассейне, конечно, это вопрос. Может быть, потому что надо было нас туда пускать все-таки, может быть, потому что надо было это все как-то более человечно решать. Да, ваша позиция ясна, нет флага, нет гимна, нет сборной России, не едем и пропускаем, готовимся здесь. Прав ли я? Да, на самом деле это позиция, я считаю, что, ну, сейчас идет совершенно все как-то, искажается история, причем искажает ее не русский народ, искажает это все люди, которые в этом как-то заинтересованы. Не все у нас, получается, не едут, то есть некоторые ребята едут, да, там Медведев, допустим, теннисист, он уезжает на Олимпиаду, еще ряд спортсменов, если не ошибаюсь, дюдаисты какие-то там, ребята тоже едут. Но большинство, да, они едут, большинство отказываются от этого, и я считаю это правильным. При всем уважении к моим спортсменам, я знаю прекрасно, что это такое дойти до Олимпиады, и вот мне хороший вопрос задавала моя подруга, он такой достаточно провокационный в каком-то плане, но имеет место быть. Он говорит, вот если бы ты сейчас был бы действующий спортсмен, ты бы поехал на Олимпиаду, то есть и тут уже очень тяжело отвечать. Это сейчас я сижу тут в телестудии и рассказываю, что вот такой вот я патриот тут. А так действительно, если задуматься, то очень тяжело не ехать туда при любом раскладе. Но я ответил так, как есть, я говорю, я бы не поехал сейчас, потому что я не понимаю смысл того, что там будет сейчас происходить. Во-первых, а, это небезопасно, это 100% будет какая-то провокация, это 100% будут какие-то лишние взгляды, и это не соревнования будет, это в одну калитку будет какое-то, ну, неуважительное отношение, я считаю, потому что это уже показано. Мне довелось с судьями с Игрбрикс пообщаться. Будет ли это действительно заменой как раз-таки Олимпийским играм, которые себя действительно дискредитировали? Это те люди, которые управляют внутри этим движением, они нарушают те правила, которые были заложены Олимпийским движением давным-давно. Федерация по прыжкам в воду. Непосредственно ваша функция, я не знаю, должность там? Моя должность называется директор регионального развития. Жители верят, жители надеются, вы их проблемы решаете? Что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, кто бы ты ни был, ты всегда будешь в чем-то виноват. Какой-то спорт в вашей личной жизни сейчас присутствует? Как получить травму? Как раз-таки с прыжками? И мне довелось с судьями с Игрбрикс пообщаться. И по их словам, как я понял, то, что это огромный белаз, который стоит на старте, и сейчас как поедет, будет ли это действительно заменой как раз-таки Олимпийским играм, которые себя действительно дискредитировали? Ну, просто, к примеру, если вот вышеупомянутая сена, ну, как пловцам? Ну, и после такого видео пловцам нужно прыгать в мирамистин, потому что, ну, это звучит и смотрится ужасающе. И вот могут ли действительно Игрбрикс заменить нам это? Хотя бы вот именно в плавании, потому что, ну, в мире два конкурента всего лишь Россия и Китай. Понятно дело, и на Бриксе они могут также посоревноваться. Какая разница, под какой эгидой? Ну, какая разница, не совсем, я скажу так, если честно, подходящее слово и чуть-чуть неуважительное получается к Олимпийскому движению. Прошу-прошу. В общем, патриотично, согласен, что касается Игрбрикс, но все же, за Олимпиадой целая история, вековая история. И тут даже, наверное, нужно понимать, что именно Олимпийское движение, как само движение, оно имеет смысл быть и будет всегда. Это те люди, которые управляют внутри этим движением, они нарушают те правила, которые были заложены Олимпийским движением давным-давно. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы вот этих вот людей поменять и восстановить это Олимпийское движение. Дело не в людях, а в спонсорах. Когда корпорации, которые вкладывают безумные деньги в Олимпиаду, диктуют условия руководителям Олимпийского движения. И это тоже, но это же неправильно. Могут ли, отвечая на вопросы Игрбрикс, заменить Олимпиаду? Как уровень соревнований, да. Мы это показывали не раз в России, это вот универсиада у нас в 2013 году, которая прошла на уровне Олимпийских игр. Но станут ли Брикс прямой заменой Олимпийским играм? Нет. Не хотелось бы просто Олимпийские игры, как вот название, как движение, обесценивать. Потому что они дали миру очень много всего. Спортсмены дали миру много всего благодаря Олимпийским играм, благодаря желанию попасть на Олимпийские игры. Брикс сейчас так не смогут сделать при любом раскладе. Это будет отдельное соревнование высочайшего уровня, всемирное. Это факт. Потому что то, что сейчас мы показали в Казани, это высочайший уровень. Высочайший уровень. Перспектива однозначно есть, я прям больше чем уверен. Но это будут параллельные соревнования Олимпийским играм. То есть есть Олимпиада, а есть игры Брикс. Есть чемпионат мира, есть чемпионат Европы. Вот это будет в этой просто, так сказать, линейке идти к соревнованиям высокого уровня. Основное место работы это у вас федерация. Федерация по прыжкам в воду. Непосредственно ваши функции, я не знаю, должность там. Как это происходит? После карьеры с приходом нового президента федерации у нас, Нанислав Владимирович Дружинин, я принял решение, что мне хотелось бы связать все-таки жизнь дальше с прыжками в воду. И остаться работать. Тем более у меня есть определенный опыт. И многое бы хотелось поменять. Но это же не тренерские функции. Это скорее менеджер. Моя должность, да, где-то плюс-минус. Моя должность называется директор регионального развития. Вот, то есть, в общем говоря, отвечаю за определенное развитие регионов у нас в спорте. Вот, как раз Калуга. То есть, в каждый регион попасть и каждому региону предложить сделать вышку, с которой можно прыгать. Как минимум вот это сделать. Приехать туда, познакомиться с тренерами, познакомиться с детьми. Как-то их настроить. Подключить регион, чтобы региону было интересно работать с видом спорта, с этим. Как мы это, допустим, сделали в Калуге, да. Да, оценить наш город, нашу федерацию региональную. Мы сначала провели первенство России, и потом мы проводим здесь вот еще один крупный турнир среди детей. Это Лига юных чемпионов. Регион заинтересовался, заинтересовался. Это наша задача, чтобы здесь росли новые чемпионы. Потому что это реально сделать, тем более тогда, когда есть хороший объект. Он не должен простаивать там. То есть, вот в этом и заключается вот работа. Сколько сейчас команд будет принимать участие в Лиге юных чемпионов? Если не ошибаюсь, у нас, по-моему, 16 регионов приехало. И, ну, самые крупные это Москва, Москва области и Санкт-Петербург. Там больше всего детей отобрались, так сказать, на эту лигу. Остальные все это регионы Пенза, это Екатеринбург, это Краснодар, это Воронеж, это Саратов. И еще несколько регионов. Оттуда приезжает где-то по 2-3 человека. За Саратов болеть будете? Нет, буду болеть за всех, за наших ребят. Ну, а сейчас стали вообще депутатом Думы Саратовской области от города Энгельса. Ну и что? ЖКХ, дороги, мусор, бездомные животные. Да, мне очень интересно это было всегда, потому что я люблю свой город. Вот, несмотря на то, что я частенько там не бываю, я все равно его очень сильно люблю. Я работаю там не на постоянной основе, то есть на безвозмездной основе. Всегда считалось то, что спортсмены, они лидеры мнения определенного. И нам могут на многое детали действительно повлиять. И это факт. И сделать свой город немного лучше, ну, всегда приветствуется, мне кажется, свой родной город. Жители надеются, вы их проблемы решаете? Их нереальное количество проблем. И знаете, вы прекрасно это понимаете. Что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, кто бы ты ни был, ты всегда будешь в чем-то виноват. И все, это факт. В чем вас обвинили? Да не обвиняют во всем. Ну, там, допустим, ты сделал 30 подъездов, и один не сделал, все, ты враг народа. Потому что ты не заметил его. Может, вы спортивные площадки строите по всему городу. Я как бы говорил об этом не раз, когда заходил в эту историю, в это депутатство, на депутатскую линию. Я говорил о том, что я бы хотел сделать в первую очередь спорт доступнее у нас в регионе. Потому что я считаю, мои перспективы в этом плане, у нас есть все необходимое для того, чтобы регион становился спортивным. И вот это вот мое непосредственное направление туда. Что касается, там, конечно же, таких вещей, как ЖКХ, подъезды, мусор и тому подобное. Ну, что касается моего округа, у нас там порядок. Какой-то спорт в вашей личной жизни сейчас присутствует? Да, конечно. Без этого никуда. Я вообще очень... Шашки? Да ладно, посмотри. Волны разрезают. Я достаточно спортивный человек. Я имею в виду в ежедневном режиме. В ежедневном режиме профессионального спорта нет. Я хожу в фитнес-зал. Грубо говоря, не в ежедневном режиме. Три-четыре раза в неделю я стабильно там нахожусь. Мне очень нравится волейбол. Ну, из такого, если вы, что я прям фанат, мне нравится волейбол, мне нравится бокс. И мне нравится вот это вот, что на фотографии серф. Ну, это в летнем виду. Обязательно за эфиром спрошу. Это моя мечта. В летнем виду спорта, да, у нас в Саратове. Ну что, он еще и катером управляет. А, вот, еще параплан. Ну, это, да, супругу мы решили попробовать. Там одного раза нам было предостаточно. Лучше вода. Да, зимой, каждую зиму мы уезжаем кататься на лыжах. Я катаюсь на горных лыжах. Супруг катается на этом самом, на сноуборде. Ну, да, так что мы по возможности, конечно же, от спорта далеко не отходим. У меня вопрос. Вот Михаил постоянно все демонстративно показывает. А я вот, наверное, тоже буду небольшой демонстрацией. Я не просто так сижу, как лоб проглотивший. Потому что я немножко подсорвал спину. И сам ушел из спорта как раз-таки из-за травмы. Я хотел спросить, вот как раз-таки у вас были ноги. Как получить травму как раз-таки с прыжками? Как получить травму колена? Как справлялись с этим? Потому что как раз-таки вот в спорте, вот в этом насыщенности тренировок, наверное, восстанавливаться же вообще нелегко, наверное. Да, конечно. У нас на самом деле вид спорта достаточно травмоопасный. Это выглядит он очень эстетично, красиво и так далее, и тому подобное. Но если мы будем его разбирать по кусочкам, многие вопросы сразу задают, при чем тут колени у вас? Ну, как ты моешь колени об воду? На ступеньках. Или на ступеньках, да. Вот, на самом деле, если мы касаемся, да, там, жесткости наших снарядов, что касается вышки, это же бетон, там, к примеру, да, и ты постоянно находишься в сопротивлении с ней. То есть ты набегаешь, ты должен жестко всегда принимать стопой эту вышку. Но вы сами понимаете, если ты жестко приходишь на, там, грубо говоря, полупрямые колени, то это все у тебя отдает... На полусогнутые ноги это у тебя все отдает в колени. И вот это вот напряг, он на постоянной основе. Это то же самое, примерно, как футболисты бегают, вот, мы постоянно прыгаем. Что касается трамплина, у меня два колена прооперированных, вот, допустим, да, если там, мениской кресты, ну, обычная эта история. То же самое. Наш трамплин там весит порядка 75 килограмм, вот эта вот зеленая штука. Плюс мой рабочий вес, он там в рабочее время 72 килограмма. В общем, там, получается, 140 с лишним килограмм, ты должен с этим весом работать постоянно. Трамплин и так далее. Причем это бывает как? Не всегда же удачно в темп ты можешь попасть в эту доску, чтобы она тебя высоко оттолкнула и так далее. Может быть так, что ты летишь вниз, а она летит наверх. И вот этот вот удар, он происходит зачастую, ну, очень неприятно это случается. И вот из-за этого получается травма. Плюс у нас постоянные вращения какие-то. У нас это акробатическая подготовка, батуты и тому подобное. Это все влияет на спину, на руки, на плечи, на шею. Так как у нас вид спорта сложно координированный, так у нас работает все. Там начинают мизинцы, заканчивая там макушкой головы. Поэтому, ну, вот, прыгуны к себе очень трепетно в этом плане относятся, чтобы лишний раз не получить травму. Потому что если ты выйдешь на соревнование, у тебя будет болеть мизинчик, ты его в кроссовках не спрячешь. Потому что если ты им не доработаешь, этим мизинчиком, уже высота. Так, короче, очень-очень много у нас мелочей, на которые обращают внимание. Ностальгия о спорте. Снится, хочется ли. Видите ли, когда прыгает кто-то, вот я бы сделал лучше, я бы тебе посоветовал то-то. Не, вот самой ностальгии, наверное, нету. Вернуться и сделать лучше. Снится, действительно, снятся, да, прыжки в воду до сих пор. То есть я просыпаюсь в холодном поту. Со вкусом хлорки. Да, думаю, так. А причем почему-то снится иногда о том, что должен вернуться. Я принял решение обратно вернуться. Видимо, вот какой это был, там, вот этот вот жизненный период. Действительно, такой важный для меня. Я просыпаюсь такой, да нет, я не собираюсь возвращаться. Но возвращались же. Возвращался, да, один раз. Возвратился перед Олимпиадой, как раз-таки после случая с допинг этой истории. Это отдельная история, кстати, могу рассказать, если интересно. Только карточку мне давайте. Да, это на самом деле очень интересная история была, где я сделал вывод, что если я этого не сделаю, я себя буду там проклинать всю жизнь. После случая с допингом я понимаю, что там у меня есть полгода, и я могу, в принципе, успеть отобраться на Олимпиаду. Я начинаю заниматься буквально за, там, спустя полтора года, там, год и шесть у меня нет тренировок, нет ничего. Ты не можешь нигде тренироваться, еще вот это правило, то есть ты нигде не можешь из себя, то есть тебя просто убирают, как спортсмены, и все, и ты везде запрещен. Только на коммерческой основе. Там, тренер с тобой не может тренироваться, потому что могут ее дисквалифицировать, а узнают ее, могут лишить тогда вообще всю сборную. Ну, короче, ты становишься таким отбросом спортивного общества, так, знаете, как будто это какая-то спортивная тюрьма. Мгновенный переход в любители. Да, вообще прям моментальный. И, ну, я принимаю решение о том, что успеваю все равно попробовать отобраться на Олимпийские игры. Ну, подумаешь, там, полтора года ты не тренировался, ничего. Что делать? Надо идти собираться. И меня супруга, я беру на коммерческой основе, прихожу в бассейн, арендую себе сам бассейн. Супруга меня снимает на телефон, и я готовлюсь сам по себе. Вот такой период был перед чемпиатом России, там буквально у меня оставалось, там, сколько-то, 4-5 месяцев до чемпиата России, чтобы хоть какую-то форму набрать. Это наброски сценария для фильма. Да, 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 кстати. И действительно, получается так, что я успеваю как-то подготовиться. Я создаю там достаточно хорошую конкуренцию для наших ребят, для Жени Кузнецова, там, для Никиты Шлейхера. Но у меня их не получается выиграть, я становлюсь третьим. В моем случае это только золото. Нужно было достигнуть только золота. И, ну, к сожалению, так получилось, как получилось. И я со спокойной душой ухожу уже тогда. И был благодарен этому возврату, потому что, если бы я этого не сделал, я бы всю жизнь оставшуюся думал, а вдруг бы у меня получилось. А так я закончил спокойно и еще раз объявил о завершении карьеры. Уже с чистой совестью. Илья, спасибо огромное. Очень приятно было увидеть вас здесь, в нашей студии. Пусть спорт, который называется прыжки в воду, он не только для Саратова будет профильный, и для Китая, для Китая и для Саратова, но и в других городах России. И для Калуги, в первую очередь. Эль, супривет, мост прекрасен. Да. Спасибо, олимпийский чемпион Илья Захаров. Коллеги, спасибо вам тоже огромное. На этом все. Программа «Карт-бланш» на сегодня завершена, но обязательно будет следующая игра.